Попробуем. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Давайте придумаем что-нибудь конструктивное. Мне нужно задать мои документы. У вас что-то тубличное стало? Да, сертификат выписан на мое имя. И целовой тренажер нанесенся мне тоже. И что? Вы решили этот вопрос собственника? А кто у нас собственник? Ну, вы разговаривали с Николаевичем? Да. Что он сказал? Он сказал, что не отдаст мне их. Ну, а что от меня? Ну, это... Я не могу позволить себе на улице умереть, понимаете? Поэтому мне документы все равно нужны. Ну, там что, нет альтернатив никаких? Понимаете, вот кто требует оригиналы, тот и требует оригиналы. И альтернатив у них нет. Нет, вы... Документы их вам вообще ни при каких условиях не отдают? Нет, он сказал, что мне нужны деньги. Ну, и что? Ну, и законное требование. Законное? Конечно. Сомневаюсь. Почему? Ну, потому что мне работать не обеспечивают. Пусть обеспечена работа, я буду работать. Я бы никогда отсюда не ушла. Но здесь все складывалось. Мы вам верим. Теперь что, так будет? Значит, денег требуют, значит, надо платить. Чем? У меня кредиты не плачены, здесь ничего не заработано. Договор составляйте с арабскими авиалиниями. Значит, вы какие-то альтернативы ищите, как вернуть деньги. А чем я должна возвращаться? Ну, так работу где-то ищите. Значит, вы заключите договор. А работу не берут, понимаешь? Так вы и договор еще не пытались заключить. Значит, вы же знаете, как люди уходят? Заключают договор, обязусь погасить там в течение столько-то лет, из расчета там 30 тысяч, допустим, в месяц. Или как там, 10 тысяч в месяц. И гасят эти... А моя вина есть в том, что я без работы сейчас? А? Моя вина в этом есть, что я без работы? Да вы что хотите? Вину за это переложить на саракские авиалинии, что ли? Это вы разбираетесь с ростом авиации, это не мои дела. Да, вы разбираетесь с ростом авиации. Значит, реальное предложение вам уволиться по соглашению сторон. Два квада мы вам выплатим. Почему я кладом? Я должен последний угласить. Не, ну что положено там, вот я вам предлагаю, реальное предложение, значит. По соглашению сторон увольняйтесь. Без документов? Без документов. Я без них не устроюсь. Тогда подписывайте договор на возврат денежных денег. Ну вы что, вам уже это все проговорено было много раз. А если я не устроюсь все равно, я чем буду выплачивать? А? По закону я не должна ничего. По закону документы, выписанные на мое имя, моя собственность. И вообще оригинал я не должна была сюда отдавать. Оригинал должен быть у меня дома. А здесь должны быть копии. А у меня дома получается нет ни копии, ни оригиналов. Вообще у меня ничего нет. Мне говорят, покажи свои тренажерные сессии. Мы берем тебя на работу. Покажи, где ты переучилась, с каким результатом. Где, сколько процентов, чего ты налетала там. А я не могу этого показать. Мне говорят, покажи фотографию, покажи ксерокопию. Я слышал это все, я многократно это слышу от наших летчиков, которые попали в подобную ситуацию. Но предприятие заплатило за вас деньги, не хочет их вернуть. Вот это все. Продайте меня. Так почему же мы должны об этом думать? А кто же будет думать? Я осталась без работы. Я потеряла все. Нет, вы, минутку, вы когда сюда пришли, у вас эти сертификаты были? Нет, не были. Вы где-то работали? Работала. Ну так идите туда и работайте без этих сертификатов. Если бы я хотела там работать, я бы до сих пор поработала. Нет, минутку, минутку. Так вы что предлагаете? Вы где-то работали до того, как сюда прийти? Действительно. Вы, минутку, вы где-то работали? Вы что сейчас у нас такие, вот меня нигде не было? Вы где-то работали до этого? Вы год назад где-то работали? Пожалуйста, мы вас не держим Идите туда и работайте У меня просрочено все уже Значит восстанавливайте, кто вам не дает Я сюда пришла действующим пилотом А ухожу не кем Так вы еще минутку протянете Тут определенное количество времени И вообще не уволитесь никуда Вас не возьмут никогда Вы же сами резину тянете Я не тяну резину, я хочу уйти Значит, пожалуйста, уходите У меня предложение к вам Пишите заявление по соглашению сторон Мы вас уволим И идите туда, где вы раньше работали Я не пойду туда, где раньше работали В противном случае мы вас уволим За прогулы За то, что вы на работу не ходите Я хожу на работу Я вас не вижу на работе Мы спросим у вашего начальника Бывайте вы ли вы на работе А где у меня этот план План должен доводиться согласно РПП За месяц под роспись У меня нет летного руководства, у меня нет работы У меня нет рабочего места Где он все сказал? Мне негде деньги взять У меня ничего нет Я вам все сказал И вы думаете, это нормально? Морально и справедливо Все по отношению к вам не незаконно Я думаю, что нормально Мы у вас ничего вашего не отбирали Лично вашего Ничего не отбирали Значит, вы пришли к нам поработать Мы вас обучили Не случилось Ради бога Ну не случилось Значит, мы хотели вас трудоустроить Мы даже вас за собственный счет обучили Значит, теперь не случилось Извините ради бога За это Извините А что вы будете делать с моими сертификатами? Вот извините ради бога За это, что не случилось Но теперь, пожалуйста, возвращайтесь на прежнее место Или куда вы хотите И там работать А что вы будете делать с моими сертификатами? Вы их обратно продадите Вам за них деньги не вернут Какая вам с этого польза? Только шантажировать меня? А что вас? Вас никто не шантажирует Вас никто не шантажирует На этом самолете, на котором я раньше летала Сейчас нет работы больше Больше там работы нет Ну, лучше вы будете Да, Саша Да, я понял Я что-то сказал Ну, пиши Отправь Что еще заводить? Здесь, во-первых, ограничено Понимаете, мне нужно конструктивное решение Нет, ну вы хотите получить решение в свою пользу Вот и все Вам не конструктивное решение Вы хотите получить решение в свою пользу Сертификаты моя собственность Должны быть у меня Значит, ну Как-то у нас не складывается разговор Вы эти сертификаты оплачивали? Я их не могу оплачивать Значит, вы их оплачивали? Я их не оплачиваю Значит, они не ваши собственные Значит, они не ваши собственные Вот есть летчики, ребята Которые за собственный счет проходят комиссии Обучаются за собственный счет День и деньги берут Вот это их проблемы Вот тогда это собственный сертификат Вы обучались за счет саратовских авиалиний Не стало саратовских авиалиний Ну не стало Ну так случилось Дайте мне сфотографировать ссылобус Я отправлю работодателю Если она там будет получаться Светлана, смотри Все переучиваются на основании договора Правильно? Да Договор между аэлосатской авиалинией И соответствующим учебным центром Договор написан Саратовские авиалинии Обязываются оплатить Учебный центр обязуется Отключить И выдать документы Документ между тем подписан Аэлосатской авиалинии И учебный центр Соответственно, есть полное обязательство Обучили Саратовские авиалинии оплатили Получили за этот документ об оплате чеки и соответствующих рекордов вот и все фамилия и гоши договора нигде нет мне сейчас предлагает подписать договор что какую-то сумму буду отдавать каждый месяц а я вообще не подпишу хочу хочет вернуть договор ну да тут вопрос простой а зачем вам нужны мои документы чтобы передачу не нужны документ нам деньги нужно даже объяснить русским делик у меня нету ничего не заработала но что у меня было квартиру ну здесь работа предприятие здесь защищать цель предприятия цель предприятия сейчас получить свои деньги которые заплачены а меня-то кто защитит ты хочешь работать работать не ходишь не наша работа зачем тебя защищать и николаевич я бы никогда отсюда не ушла мы сейчас говорим об одном и том же ты просто помещение либо ты уходишь либо остаешься плачу деньги вот и все так чем я заплачу если наш первый вариант вот и все ну ты как-то не понимаешь ничего два то есть я потеряла допуск на сержей который у меня был который меня хоть так-то плохо куда бедно ну потому что мне нет ни разу рожи ничего там место занято моим восстанавливать на тренажер и я ушла сюда навсегда нам не надо подачу вот здесь раскачаться буду работе предприятия расскажу там водитель нас купил квартиру несколько и долг и остальным своих проблем хватает так как и про тебя понимаешь так я хочу только свои сертификаты забрать и все так тебе вроде объяснили ну ладно к Михаилу Юрьевичу меня пустят? ну я и к Михаилу Юрьевичу я не говорю значит у вас два варианта либо вы подписываете соглашение то это самое об увольнении либо он вас уволит ну как-то так ничего личного вы же понимаете можно к Михаилу Юрьевичу? я тебе объясню что тут лучше Я просто хочу услышать, что мне понравилось, какой конструктивный вариант. В моей ситуации вы сейчас подписали, что я что-то должна, а я без работы, у меня пенсия 7000, у меня не плаченные кредиты. Ну, ты сейчас что хочешь тогда воспринимать? Нет, я вас поняла, как мне действовать правильно. Я просто сейчас хочу конструктивно поговорить. Если меня не услышат, значит, вы приходите. Да, то, что ты тоже говорила, то в сегодняшний случай не подпекала. Нет, я просто не лапа, как мне действовать. Я не навалываться. Я сейчас просто иду за этой, за черной веткой, как-то видишь. Ну, да. Отдай, когда я хочу поговорить, вот и все. О чем я вам прогоним его, не пугает? О чем я прогоним? О чем я, как с башкой-то. За прогоним его, замучишься. Я боюсь отойти, вот сейчас, я жду, когда мужик выйдет. Ну, ты хочешь, если ты коллега, как вы сейчас объясните? Да. Ну, просто сам сейчас все с Игорем Николаевичем, но он просто сам скажет. Ну, давайте я с этим поговорю, я запомню. Хорошо? Хорошо? Ну, попробуй сейчас. Я не могу никуда устроиться без документов. Что мне делать? Я вам все говорю. Давайте конструктивно. Что же я? Значит, у вас два варианта, которые уже до суси и умеря. Либо увольняйтесь сейчас с вашей стороны, либо вас увольняем и там уже. Это какие проблемы? У меня работы нет. А это никого не умрет. Вы должны ходить на работу, если вы не увольняетесь. Вы отказываетесь получать удобрение от сокращения. Как отказывается, получила его? Когда? Сейчас. А почему устраивание получили? Как сразу? С утра почему не отказались от получения? Я не отказалась. Вы отказались? Нет. Вот оно применено. Либо вы увольняетесь по соглашению сторон, мы выплачиваем два оклада, либо вы будете уволены за прогуливой. Все. Я не прогуливаю. Разговор закончен. Где мое рабочее место? Документы мне, пожалуйста, отдайте. Разговор закончен. Все. Мне нужны мои документы. Ничего охрану вызовут? Какой охрана? Документы мне отдайте, пожалуйста. Что вы от меня хотите в отмене? Что вы от меня хотите за документы? Сим, Сапка, зайи, пожалуйста, выведите отсюда. Сапка, зайи, пожалуйста, выведите граждан. Сколько стоят мои документы? Ваши документы стоят 2 миллиона рублей. Вы прекрасно знаете. И без 2 миллионов вы мне их не дадите? Вы подписывали ученический договор, правильно? И без 2 миллионов вы мне их не отдадите. Простите, конечно, не очень много участия, столько времени третий с нас. Луги, ранее вы сидели полчаса, ко мне в 2 раза приходите. А вы знаете, что они меня принадлежат по закону? Там моя фамилия. И что? Это моя собственность. Это не ваша собственность. Вы можете обратиться в суд. Оригиналы должны быть... Вы можете обратиться в суд. Не повышайте на меня голос. А я не повышаю на меня голос. Покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста.